МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трубу на новую, более современную. На данный момент водоотведение уже восстановлено во всех домах. Коммунальщикам останется только привести в порядок проезжую часть, где велись в ремонтные работы. Чтобы уложить свежий асфальт, придется дождаться стабильного потепления. Это заболевание не зависит от времени года. Уже 8 лабораторно подтвержденных случаев заражения корью зафиксировано на территории края. Эпидемиологи говорят, сейчас делают все, чтобы не допустить массового распространения болезни. И единственный верный способ – вакцинация населения. Сейчас специалисты проводят работу с пациентами, сообщают о необходимости ставить прививку от кори. Кстати, если она уже была сделана, но с этого момента прошло больше 20 лет, нужно повторить процедуру, чтобы укрепить иммунитет. Но это не значит, что вакцина полностью защищает от заражения, а просто болезнь будет протекать без осложнений. К слову, корь на первых стадиях проявляется повышенной температурой, недомоганием, и только после на теле можно заметить характерную для этого заболевания сыпь. Если сыпи нет, и человек, заболевший, не говорит о контакте с коревым больным, установить диагноз – не технически, не теоретически, невозможно вообще никак. Это тоже болезнь, тяжелая, порой неизлечимая. 10 литров алкоголя в год приходится на каждого жителя Алтайского края. Это критическая отметка, отмечают медики. Тем не менее, за последние годы в регионе пить стали меньше, рассказывают специалисты краевого наркологического диспансера. Во многом этому способствуют профилактические мероприятия и группы анонимных алкоголиков, где протягивают руку помощи каждому зависимому. Содружество анонимных алкоголиков «Феникс» существует уже почти 20 лет. Два раза в неделю здесь встречаются люди, которые в определенный момент жизни поняли, что имеют пагубное пристрастие к алкоголю. Каждый здесь рассказывает о своей проблеме, его слушают и помогают не сорваться. 10 лет назад в Содружество пришла и Татьяна. Девушка поняла, что алкоголь забирает у нее все самое дорогое. Люди думают, что алкоголь – это антидепрессант. На самом деле это очень сильный депрессант в обратную сторону. То есть после употребления все эти эмоции, боли они накатывают просто с новой силой. Если бы я не встретила анонимных алкоголиков 10 лет назад, возможно, судьба бы моя была печальна, потому что на самом деле алкоголь он убивает. Как на Алтае помогают избавиться от алкогольной зависимости, и почему вреден любой алкоголь, даже в минимальном количестве, расскажем в ближайшем выпуске наших новостей. Продолжим. Алтайский спортсмен стал победителем первенства России по смешанному боевому единоборству. Соревнования проходили в Мурманске. Участвовало более 20 сильнейших борцов. Победа в этом поединке отельшал спортсмен в красном углу. Равшану Рустаму будет 14 лет. Это его первое выступление на состязаниях всероссийского масштаба. Он занимается в центре смешанных единоборств «Топ-тайм Сайбири». Спортсмен принял участие в пяти боях и с каждого вышел победителем. Вообще в спорте он всего два года. Тренер отзывается о нем как о талантливом и сильном бойце. Теперь Равшан будет представлять Россию на первенстве мира в Риме. Он вошел в состав сборной страны. Через пару минут расскажем о погоде. А пока узнаем о том, как можно поправить материальное положение благодаря собственному жилью. Ведь оказывается, ваш дом – это не только крыша над головой и уют. Далее подробнее. Сломался автомобиль или из-за больших процентов накопился долг по кредиту. Ситуации могут быть разные. Но что делать, когда требуется внушительная сумма, например, с шестью нулями? В этом случае Банк Восточный предлагает решение – кредит под залог недвижимости. Кредит под залог недвижимости в Банке Восточный позволяет оформлять до 15 миллионов рублей наличными на длительный срок и по достаточно низкой ставке – от 9 и 9 процентов годовых. В итоге клиент получает удобный для себя платеж и решение своих финансовых вопросов. При этом вы будете по-прежнему жить в своей квартире и планировать дальнейшие приобретения, будь то отпуск, ремонт автомобиля или жилья. Практика показывает – у любой проблемы найдется решение. Достаточно знать, где его искать. Иногда выходом может стать обращение в банк за нужным кредитом. В Барнауле в ночное время до минус пяти, днем малооблачно и до плюс. Плюс четырех. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.